Принять все возможные меры, чтобы не допустить роста заболеваемости. В Самаре введены ограничения, направленные на предотвращение распространения на территории города заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсуждают на заседании оперативного штаба. В его состав вошли руководители отраслевых департаментов администрации, главы районов, представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, полиции. Школы города переведены на дистанционное обучение, временно закрыты все учреждения культуры, отменены концерты и выставки. Кроме того, фитнес-центрам рекомендовано усилить противоэпидемические меры и ограничить число посетителей. Мы понимаем, что любая тренировочная процесса – это то же самое мероприятие, поэтому и всем фитнес-центрам, и всем частным клубам будет рекомендовано ограничить количество взрослых людей, до 50 человек, занимающихся, обязательно предпринимать все меры дезинфекции, температурный фильтр, обработка соответствующими средствами всех поручней, ручек и так далее, и также соответственно те же самые спортивные снаряды. Также городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки переходит на новый режим работы. Подать заявление и оформить документы можно будет только по предварительной записи по телефонам, которые вы видите на экране. Конечно, мы всех примем, постараемся каждому оказать помощь, но надо понимать, что это сделано для граждан, для нас с вами, для того, чтобы мы, в общем-то, могли спокойно посещать, прийти к определенному времени, получить соответствующую услугу, получить разрешение или обратиться с заявлением. До 11 апреля по предварительной записи самарцев будет принимать и МФЦ, которые ежедневно посещают больше трех тысяч человек. Чтобы в отделениях не скапливалось слишком много людей, посетители будут приходить к назначенному времени. Предварительную запись можно осуществить через сайт МФЦ, через портал МФЦ Самарской области, а также по специально выделенному номеру 205-77-48. Также торговым центрам рекомендовано не допускать больших скоплений людей. Особенно это касается подростков на зонах фудкортов. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События.